Клещи являются переносчиками возбудителей многих инфекционных заболеваний. В последние годы отмечаются теплые зимы, что способствует их массовому размножению. В летнее время риск укуса возрастает, так как пик активности клещей как раз приходится на этот период. Сегодня лето, как раз разгар, можно сказать, заболеваемости, либо повышенный уровень заболеваемости клещевыми инфекциями, к которым относятся клещевой энцефалит и лайнборрелиоз. Эти заболевания переносятся от животных к человеку через укусы клещей. На сегодняшний день 1015 человек обратилось в наши поликлиники с укусами клещей. В прошлом году за аналогичный период где-то 880. И самое, конечно, нехорошее, что из половины где-то у нас 620 человек это дети. По статистике и по данным областного центра гигиены эпидемиологии, каждый сотый клещ заражен вирусом клещевого энцефалита. А лайнборрелиозом за прошлый год статистика от 30 до 50% клещей были заражены. Это примерно почти каждый второй клещ заражен инфекцией. И если вас клещ укусил, 1 к 100 передача клещевого энцефалита, и от 50% или 1 к 2 это можно заразиться лайнборрелиозом. Но клещевой энцефалит довольно серьезное заболевание вирусной этиологии. Поражается головной мозг, центральная нервная система. Если не лечиться, могут быть самые серьезные последствия до смерти и развития параличей. Обычно возникает через 2-3 недели после укуса клеща высокая температура у человека, головные боли сильнейшие, и люди обращаются чаще всего или в поликлинику, или на скорую помощь, и дальше ставится этот диагноз, если в анамнезе есть укус клеща. Лайнборрелиоз – это бактериальная инфекция. От момента укуса до проявления признаков, это покраснение кожи, поражение суставов, сердца, может пройти от 2 недель до 2 лет. Под прямыми солнечными лучами клещи чувствуют себя неуютно. Большие скопления этих животных находятся в тени, парке, леса, высокая трава. Именно поэтому, по рекомендации специалистов Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии, проводятся окорицидные обработки в местах выявления клещей. Наибольший средний показатель численности этих членистоногих на стационаре «Красный двор» – 9 экземпляров на флагокилометр. Энтомологические обследования проводятся на клещевых стационарах, в которых мы выявляем видовой состав, гендерные показатели, мужская и женская особь, и считаем количество клещей на стационарах. При этом мы их там собираем по плану и относим в лабораторию, где проверяется вирусоформность и бактериоформность клещей. Выходят на акрологические обследования энтомолог и помощник энтомолога. Мы проходим там километр или два. Норма на километр 0,5 клещей на флагокилометр экземпляров, либо на 2 километра норма – это будет один экземпляр на флагокилометр. При выявлении больше нормы мы пишем рекомендательное письмо по клещевой обработке. Сегодня защититься от клещевого энцефалита можно с помощью прививки, однако на бесплатной основе вакцинация проводится только для тех лиц, чья профессиональная деятельность связана с пребыванием в лесу. Также при желании можно исследовать удаленного клеща на возбудителей клещевых инфекций. В нашем центре клещи исследуются на возбудителей ламбролиоза, клещевого энцефалита, анаплазмоза и эрлихиоза методом ПЦР. Анализ клеща является необязательным. Главное – принимать профилактическое лечение, которое вам назначил ваш врач, который снимал клеща. Если вы клеща снимали самостоятельно, вы можете обратиться по месту жительства. Софья Новикова, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.